Деловая программа двухдневного форума сформирована с учетом ключевых факторов 10-летнего юбилея мероприятия и непростых экономических условий. Поэтому в ходе пленарных заседаний, круглых столов и диалогов представители крупнейших железнодорожных компаний в первую очередь подводят итоги работы и обозначают приоритеты железнодорожного комплекса. Сегодня будет присутствовать 349 компаний из более чем 30 стран. Большое представительство немецкой промышленности, мы уже перед форумом встречались. Большое представительство наших партнеров будут и партнеры из Китая, и из других стран. Железнодорожный транспорт – это наиболее конфликтный вид сотрудничества. Его объединяют единые принципы, единая ответственность. И эти принципы, и эта ответственность, по большому счету, не зависят ни от страны пребывания, ни от языка, на котором мы говорим. В ходе форума руководители национальных железнодорожных компаний обсуждают актуальные проблемы и перспективы развития рынка перевозок, возможности создания новых путей сообщения, машиностроения, логистику и другие бизнес-направления. Особое внимание уделено поддержке вагоностроительных предприятий в условиях увеличения стоимости металлургического сырья и энергоресурсов. В этом году в ходе форума планируется подписание контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей. И в первый день работы уже было подписано несколько соглашений, одно из которых касается реализации проекта высокоскоростного сообщения в Краснодарском крае. Мы как город-курорт, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы гости, туристы со всех городов России к нам прибывали комфортно. И, конечно, самая главная комфортность – это чем быстрее, тем лучше. И здесь находятся города, которые уже имеют концепцию того, что будут скоростными строиться. Естественно, что мы очень надеемся на то, что эти взаимодействия нас приведут к тому, что скоростные линии всех городов придут все равно в город Сочи. Благодаря реализации проектов РЖД в период подготовки города к Олимпиаде Сочи обрел 200 километров нового железнодорожного полотна, что позволило соединить морской и горнолыжные курорты. А путешествие в электропоездах «Ласточка» стало быстрым и комфортным, и количество туристических сообщений по Краснодарскому краю будет увеличиваться.